Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет цикл бесед по книге «Бытия». И сегодня мы с вами читаем 13 главу. «И поднялся Авраам из Египта, сам и женаевый, и все, что было у него, и вот с ним на юг. И был Авраам очень богат скотом и серебром и золотом. И продолжал он переходы свои от юга до Вифиля до места, где прежде был шатер его, между Вифилем и между Гаем, до места жертвенника, который он сделал там в начале, и там призвал Авраам имя Господа». Авраам сделался очень богат. И богатство в Библии, особенно в Ветхом Завете, это не просто признак того, что человеку повезло. Это знак Божьего покровительства, это знак Божьего богословения. И вот Авраам сделался весьма богат, у него много скота, и к нему, соответственно, присоединилось множество людей. То есть Авраам уже шейх такого довольно значительного племени. «И у лота, который ходил с Авраамом, также были мелкие и крупные скоты, шатры. И не поместительна была земля для них, чтобы жить вместе, ибо имущество их было так велико, что они не могли жить вместе». Собственно, это было кочевье, и оно было слишком большим для того, чтобы они могли уживаться вместе на одном участке земли. «И был спор между пастухами скота Авраамова и между пастухами скота Лотова. И Ханане и Ферезеи жили тогда в той земле». То есть возник уже конфликт между пастухами Авраама и пастухами Лота. «И сказал Авраам Лоту, да не будет раздора между мною и тобою, между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля пред тобою, отделись же от меня, если ты налево, то я направо, а если ты направо, то я налево». Мы видим, как Авраам поддерживает мир. То есть возникает конфликт, и конфликты, они часто имеют такую тенденцию к эскалации. Как говорят, слово за слово, и дальше уже начинаются слова все более грубые, потом начинается драка, потом начинается конфликт, который тянется столетиями. Но этого не происходит в случае с Авраамом. Он мирно разговаривает с Лотом и говорит, да не будет раздора. Не вся ли земля пред тобой, отделись же от меня, если ты налево, то я направо, если ты направо, то я налево. Он предоставляет выбор самому Лоту. Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она, прежде нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до сегора орошалась водою, как сад господинь, как земля египетская. И избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую, и двинулся Лот к востоку. И отделились они друг от друга. Авраам стал жить на земле Ханаанской, а от стал жить в городах окрестностей и раскинул шатры до Содома. Жители же Содомские были злы и весьма грешны пред Господом. И сказал Господь Аврааму, после того, как вот отделился от него, возведи очи твои и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу и к югу, к востоку и западу. Ибо всю землю, которую ты видишь, я дам тебе и потомство твоему навеки, и сделаю потомство твое, как песок морской. И если кто может сосчитать песок морской, то и потомство твое сочтено будет. Встань, пойди по земле сей, в долготу и в широту ее, ибо я тебе дам ее и потомство твоему навсегда. И двинул Авраам шатер, и пошел, и поселился у Дубравы Мамре, что Хеврония, и создал там жертвенник Господу. Здесь упоминается, впервые появляется упоминание о Содоме. Говорится, что жители Содомские были весьма злые и грешны пред Господом. И речь здесь идет не только о том, что впоследствии получила название Содомского греха, хотя о нем тоже, речь идет о том, что жители Содомские грешны во всем. Они злые, грешны во всех отношениях. Мы потом еще о них будем читать, но речь здесь идет о том, что это город, который в целом полон самого разного зла и нечестия. И далее идет об обещании, которое Бог дает Аврааму. Он дает ему землю во владение. Это земля Израиля. Земля, на которой будет жить народ Богоизбранный. Земля, в которой воплотится Спаситель Христос. И это все будет, конечно, очень нескоро, но здесь вот произносится это обещание. Бог даст Аврааму землю, и Бог даст ему потомство, как песок морской. И в ближайшем смысле потомки Авраама – это евреи, это богоизбранный народ израильский. Но не только они. Дело в том, что в Библии потомок – это не обязательно потомок физический, непосредственный. Поскольку Авраам, он, как мы читаем здесь, как мы видим, он двигается, он переселяется с места на место не один и даже не с семьей, а с целым племенем, с целым народом. И в этом народе, конечно же, не все являются его физическими потомками. Это те, кто являются его потомками, рабы, люди, которые в разное время присоединились. Это примерно можно сравнить, как вот есть, например, в Шотландии клан Макдауэлов. И основатель этого клана, конечно, один человек по имени Макдауэлл. Но это не значит, что все потомки Макдауэлла – это его физические потомки. Это люди, которые присоединились к этому клану. Часть из них там родилась, часть присоединилась. И потомки Авраама – это не обязательно его физические потомки. И большая часть потомков Авраама – это не его физические потомки, поскольку в Новом Завете все верующие, в том числе мы с вами, названы детьми Авраамовы. «Поскольку мы верим в Бога Авраамова, мы являемся детьми Авраамовы». И вот все христиане являются детьми Авраамовыми, и в них осуществляется это обетование Бога, что у Авраама будет потомство многочисленное, как песок морской. «И двинул Авраам шатер и пошел, поселился в Дубраву-Мамре, что в Хевронии, и создал там жертвенник Господу». Авраам – кочевник, он живет в шатрах, он переходит с места на место. И Бог обещает ему землю, он обещает ему некое прочное место обитания. Ты получишь землю, на которой ты будешь жить. И в Ветхом Завете все земные дары Бога – это прообраз небесных. Авраам является скитальцем, он является кочевником, у него пока нет этой земли, он ее пока не получил, она только обещана, что он ее непременно получит, вернее, получит его потомки. И мы, подобно этому, являемся скитальцами в этом мире, мы скитаемся по этому миру, как по-чужому, но нам обещана земля, нам обещан небесный Иерусалим. Ибо здесь, в Ветхом Завете, мы видим предсказания, прообразы новозаветных событий. И мы видим, как Авраам закрепляется на земле, как он делает его свои, он возводит жертвенник Господу. Мы с вами прочитали 13 главу книги «Бытия». Мы читаем Писание в рамках библейского портала «Экзегет.ру».